Без бумажной волокиты, беготни по инстанциям и длинных очередей. Социальные учреждения региона продолжают переходить на электронный документооборот. По поручению президента Владимира Путина цифровизация должна охватить в том числе центры медико-социальной экспертизы. В Самарской области их услугами пользуются десятки тысяч граждан, которые ежегодно подтверждают свою инвалидность и права на льготы. Замечают ли люди изменения к лучшему и что еще предстоит сделать, расскажем прямо сейчас. Людмила помогает мужу оформить пенсию по инвалидности. Еще пару лет назад у Паяркиных ушел бы на это не один день. Пришлось бы собирать кучи справок, разносить их по инстанциям. Теперь же считанные минуты. Информация об инвалиде заносится в федеральный реестр. Доступ к нему имеет как сам гражданин, так и Министерство труда, соцзащиты, здравоохранения, фонд социального страхования и пенсионный фонд. Оформили инвалидность, пришли в пенсионный фонд, чтобы никуда не бегать, не ходить. Считаю, что это правильно. Не будет столкотворения, не будет всяких там очередей, толк стоять, ругаться никто не будет. Все, все будет. Электронную почту отправила, все нормально. Но необходимость максимально упростить для россиян процедуры подтверждения инвалидности и прав на льготы в своем послании указал президент Владимир Путин. В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю, обязательно нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы. Тем самым избавить, наконец, пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок. Вот так выглядит бумажный архив личных дел самарцев, проходивших медико-социальную экспертизу на протяжении долгих лет. Шестиэтажные стеллажи, сотни тысяч документов. Все эти фолианты и папки уже переведены в электронный формат. В марте главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области станет звеном единой цифровой цепочки учреждений здравоохранения. Документы будут подписываться электронной подписью. Приход гражданина будет вообще не обязательно. У нас граждане уже два года не ходят. То есть у нас полностью с медицинскими организациями идет прямой обмен. Гражданин сможет получать государственную услугу быстро, четко, без каких-то корректур. И главное здесь еще мы с вами выбираем коррупционный фактор. Ежедневно услугами бюро медико-социальной экспертизы в Самаре, Тольятти и Сызрани пользуются около тысячи человек. В течение года планируется открытие отделения в Отрадном. А это значит, что вместе с качеством обслуживания растет и его доступность. Георгий Федоров, Александр Дудко. Новости губернии. Новости губернии.